Приветствую вас! С вами снова Алла Касаткина, проект Ладная Я. И сегодня мы поговорим о том, как узнать, разлюбил ли мужчина свою бывшую? И вообще, что вам светит в отношениях с таким мужчиной? Допустим, есть ситуация. Мужчина и женщина встречаются. И он, и она побиты жизнью. И у нее, и у него в прошлом есть отношения. И еще побаливают эти рамки, и надо кому-то очень сильно излить свои наболевшие, поделиться с кем-то своими эмоциями, рассказать. И женщина думает, что мужчина проявляет к ней интерес как к женщине, у нее загорается надежда. И она думает, что вот еще чуть-чуть, я с ним побуду, я его послушаю, у нас все будет замечательно, у нас будут отношения. Но проходит месяц, проходит два, проходит три. И мужчина приходит и говорит, ты знаешь, я вот это подумал, нам с тобой надо прекратить встречаться. У нас нет будущего, нет никаких перспектив. И женщина думает, ну как же так, твою же дивизию. Я уже столько его выслушивала, я ему столько всего о себе рассказала, он мне столько всего рассказал. Я думала, у нас отношения, а у нас шиш с маслом, нет у нас отношений. И что происходит в этот момент? Женщина, ну во-первых, она теряется очень сильно, она начинает сомневаться в своей собственной привлекательности, она начинает сомневаться в себе, как в женщине. Она вообще сомневается в том, что ей что-то светит, или она начинает думать в том, что мужики все козлы. Пардон. Ну так и есть. Но на самом деле причина здесь не в этом. А причина здесь в том, буква банальна, что мужчина, либо обиднее всего, когда мужчина звонит и говорит, ты знаешь, я вот это с тобой пообщался, там 3, 5, 8 месяцев, и я все-таки решил, мне надо возвращаться к моей бывшей. Она была замечательная. И что происходит с женщиной? Она думает, елы-палы, я туда вложилась только. А он гад взял и ушел. Я что, хуже, чем она? Она ему мозг выносила, она такая, она сякая. А я? И когда женщина не понимает, как формируются отношения, когда женщина не понимает, на что надо обращать внимание, чтобы мужчина в нее влюблялся, чаще всего она вляпывается вот в такую ситуацию. Она кажется, а ей кажется, что она вкладывается эмоционально, что она понимает, устанавливает между ей и мужчиной эмоциональную связь, а это приведет к отношениям, но это почему-то уводит мужчину к бывшей. Как понять, что мужчина еще не разлюбил? Первое. Он в разговорах слишком часто, слишком часто, делаю акцент на этом. Не раз в три месяца, а либо при каждом разговоре, либо два, три, пять раз за вечер он вспоминает свои прошлые отношения или вспоминает свою бывшую. Он рассказывает о ней, он рассказывает об отношениях, он мусолит вот эту грязной тряпкой по столу, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Сопли разводит и разводит. И чем больше вы его утешаете, чем больше вы ему сопереживаете, тем глубже вы с ним погружаетесь в это воспоминание о его бывшей. Еще один большой признак того, что мужчина находится мысленно в прошлых отношениях, это то, что его настроение, оно находится на состоянии либо нуля, либо тогда вот чуть-чуть ниже. Он постоянно в состоянии грусти, меланхолических каких-то настроений, у него какая-то апатия, вот у меня нет сил что-то делать. И вам постоянно приходится быть ему этим массовиком-затейником, ну давай, ну чувак, ну ты можешь, ну у тебя получится. И вот как только вы его растолкаете на это, у тебя получится, он обязательно свалит к своей бывшей, потому что он соберется силами, он уже сделает все выводы, вы ему расскажете, какой он замечательный, он пойдет туда, самоутверждается. Еще один признак того, что мужчина свою бывшую не разлюбил, и даже если он говорит, что да-да-да, я строю с тобой отношения, но если он сравнивает вас постоянно, а вот моя бывшая делала это хуже, чем ты, ой, а у моей бывшей это получалось лучше, чем у тебя. Если эти фразочки проскакивают, мои дорогие, знаете, бывшая сидит в его голове еще очень плотненько, она все еще там царица, а вы тут так на ролях золушки бегаете покрасить, побелить, пожрать, приготовить. Особенно это ярко видно, если мужчина не просто сравнивает вас с своей бывшей, а пытается ваш подогнать под ее стандарты. Допустим, вы знаете, что его бывшая была блондинкой, и он вам говорит, почему у тебя не перекрасится в белый цвет, ты бы лучше выглядела, а вам этот белый цвет идет как коровье седло, пардон. Или, ты знаешь, моя бывшая любила брюки, а почему ты ходишь все время в юбках, в брюках женщины стройнее. То есть, если происходят вот такие вот вещи, вы точно понимаете, в голове у мужчины царит другая женщина. И что же делать вам, если вы хотите выстроить с ним отношения? Как ни странно, нужно понимать полностью схему формирования отношений. Не надо подставлять свою грудь или свое плечо для впитывания его соплей. Не поможет. Отношения на этом не строятся. Отношения строятся совершенно по другой механике. И когда вы эту механику понимаете, у вас есть возможность сделать так, что даже пусть он сегодня в соплях по своей бывшей, но через два месяца он будет думать только о вас. Потому что вы для него станете женщиной номер один. Вот это все, что я перечислила, и воспоминания, и сравнения, и апатия, она исчезнет, потому что вы проведете его через те этапы, когда отношения состоятся. Возникает логичный вопрос. Алла, схему дай. Я вам, конечно, большой практикум, который так и называется ключи от мужских сердец, тут не перескажу. Но могу сказать, приходите в практикум, там с этим разберемся. А если коротко, мужик погряз в соплях, и вы с ним уже 3-4 месяца общаетесь, а там одна бывшая, оставьте этот чемодан без ручки на обочине, может кому-то пригодиться. Вам точно не пригодится. Потому что даже если он воспрянет духом, даже если он соберется и почистит перышки, он уйдет к другой. Потому что вы ему будете напоминать об этапе апатии и уныния. Вы для него перевалочный пункт для разгрузки соплей. Только всего навсего. Но если вы знаете схему, по которой выстраиваются отношения, да, вы сможете его быстренько перевести из этого состояния и выстроить отношения. Приходите в практикум, мы этим займемся. И помните, вы не жилетка для соплей. Вы женщина, достойная любви. Вас можно и нужно любить, а вы рождены для счастья. С вами была Алла Касаткина. Пока-пока, мои ласточки. До встречи в следующих видео. Продолжение следует...